Чирут, Имва и Бейс Мальбус являлись стражами Уиллов, но при этом в бою они были совершенно противоположны друг другу. Чирут, являясь приверженцем старых традиций, носил с собой оружие, которое всегда ассоциировалось с древним орденом, в то время как Бейс был вооружен по последнему слову техники. Каждый из них использовал свой метод ведения боя, идеально дополнявший их уникальные личности. И хотя Бейс частенько насмехался над Чирутом за его антиквариат, говоря, что ему самое место в музее, а Чирут упрекал Бейса за доверие к технике лишенной души, они всегда доверяли защиту друг друга этим оружием. Бейс Мальбус пользовался внушительной скорострельной пушкой от компании Морриллианский оружейный конгломерат. Оружие весило 30 килограммов, имело два режима стрельбы и при полной зарядке могло произвести 35 тысяч выстрелов. В стандартном режиме оружие обладало повышенной скорострельностью, что позволяло Бейсу охватить множество целей в одно мгновение. Установленный электроскоп обладал функцией умного прицеливания, которое позволяло выбирать определенные цели, что существенно облегчало попадание в противника. Второй режим стрельбы позволял после накопления определенного количества энергии вести огонь одиночными мощными зарядами из нижнего ствола пушки. Оба режима стрельбы использовали один и тот же источник энергии, однако получаемые от выстрелов повреждения существенно отличались. Также пушка обладала отдельной системой охлаждения. Лук Чируто был традиционным, сделанным вручную оружием, которое создавали стражи вылов после получения седьмого дуана, что свидетельствовало о достижении стражем физического совершенства. Лук часто сравнивался с энергетическим арбалетом, который делали вуки. Благодаря специальным зубчатым шестеренкам, лук мог находиться как в сложенном состоянии для удобной транспортировки, так и в разложенном, то есть готовым к стрельбе. Каждое плечо лука обладало поляризационной решеткой, которая накапливала заряд из ствола. Накопленный заряд по силе значительно превосходил выстрел из тяжелой винтовки. На руке Чируто была специальная перчатка, которая не только помогала стабилизировать лук, но и сообщала владельцу о полете заряда. Лук весил 8 килограммов, и при использовании стандартных элементов питания оружие могло произвести 50 выстрелов. Деревянный посох Чируто, являвшийся отшлифованной частью дерева Юнити, помогал ему ориентироваться на улицах Джеды. Верхушка посоха украшала металлическая лампа, внутри которой находились осколки кайбер-кристаллов. Лампа символизировала внутреннее просветление, а также позволяла Чируто легко находить конец посоха, так как он прекрасно слышал звуки, исходящие от батареи и от кристаллов в лампе, находя их приятными. Это все на сегодня, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте и ставьте лайки. Спасибо и да пребудет с вами сила. До встречи!